Дорогие братья и сестры, друзья, действительно всех вас смело могу назвать друзьями, потому что мы сердечным теплом вспоминаем сегодня одного человека – Виктора Владимировича Рота. Уверен, каждый из нас знал его со своей сокровенной стороны. Личность маэстро была многогранной. Думаю, каждому есть за что сказать этому человеку спасибо и помолиться о нем. Однако мы не можем ограничиться только личной памятью. Он навсегда вписан в историю белорусского хорового исполнительства. Он прославил Беларусь своей творческой деятельностью, своим человеческим обаянием и внутренней силой. Его дирижерскому жесту подчинялись не только певчи, но и любая публика. Он вел, он не был ведом, за ним стоял Господь. О глубоком религиозном чувстве маэстро свидетельствовало много жизненных мелочей, которые он не прятал даже в атеистическое время. Запомнилось, что, когда обсуждалась программа празднования концерта по случаю тысячелетия крещения Руси в этом же зале концерта, в кабинете у митрополита Филаэта, со свойственной ему иронией Виктора Владимировича Посетова. Почему разрешено исполнять Ава Мария, но запрещено Богородице Дева Радуйся? Ведь музыка и молитва имеют похожее воздействие на душу человека. Когда человек разговаривает с Богом, делает это он сердцем. Виктор Владимирович столь чутко понимал музыкальную ткань именно потому, что умел слышать и слушать Бога. Когда он поднимался на хоры храма Иова Многострадального при Доме Милосердия, а он бывал у нас частый гость там, наш хор в мгновение преображался. Удивительно, ведь по логике должно было быть все наоборот. Человек, который управляет светским хоровым коллективом, должен учиться духовному пению у тех, кто каждую неделю исполняет божественную литургию, поет за божественной литургией. Память об этой уникальной личности, уверен, увековечит множество табличек в разных уголках мира. Одна из таких надписей начертана на основании креста, который венчает фарфоровый иконостас в храме Иова при Доме Милосердия. Она гласит, сей крест изготовлен на средства, собранные Виктором Рота. Размышляя над масштабами его личности, еще раз прихожу к выводу, что великим человека делает не талант, не профессионализм, не должность и положение, а человечность и преданное, бескорыстное служение делу Отечеству, а в конечном итоге – Богу. В память об этом великом человеке давайте подумаем, что каждый из нас может сделать для любимой страны, для искусства этой страны, для семьи и друзей, чем мы можем прославить имя Божье. В этот вечер также сердечно поздравляю Академию музыки с наступающим юбилеем и желаем, чтобы она воспитывала такие же яркие, творческие и глубокие по своему внутреннему содержанию личности, каким был маэстро Виктор Рота. Светлая ему память.